Ну что, вымотая особа, ну покажись, 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 ну покажись. Не затянула я тебе глаза нигде? Вроде бы нет. Помыли Женю. Помыли нашу красотку. Да? Мы тебя помыли. Ты довольна? Она даже меня облизывала за то, что я её помыла. Представляешь, Борь? В ванне. Она тебя облизывала, чтобы ты прекращала быстрее. Ну, Боря. Видишь, какая счастливая. Вроде ничто нигде не затянуло. Её, конечно, уже к Наташе надо везти. Ну, как могла. Так, Лена научила делать, сказала точнее, как делается, приманка для рыб. Вбить одно яйцо и добавлять муку. Так. И замешивать. Мягкое тесто. Сейчас попробуем. Вот пока положила две чайные ложки. Сейчас я попробую сделать такую приманку для рыбы, как у Лены. Совсем чуть-чуть, чтобы только не липла к рукам. Методом научного тыка всё будем делать. Так. Так. Ну, и нет. Методом. 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 Продолжение следует... Ну, вот такой колобок у меня получился. Вот у Лены было вот такое же тесто. Сейчас я его уберу в пакет и уберу в холодильник. Глядишь, может у нас и получится что-то. Вот, смотри. Вот очень похож такой, как у Лены. Мягкий, хорошо отрывается. Липкий. Липкий, хорошо цепляется. Не спадает он? Нет, не спадает. Он не спадает с крючка. Попробую. Надам. Ребята, не снимала ничего. Упахалась, как я не знаю кто. Уже вечер наступил, и Любанька пришла. Цветочки просит. Обязательно дам цветочки. Значит так. Убрала здесь весь сушняк. Весь, какой был. Посадила сюда одну будлею. Сиреневую. Хотела еще насажать, как и думали. А потом понравилась идея одной женщины, которая мне написала. Сейчас, перчатку сниму. А то, мне кажется, вы смотрите на меня мутными глазами. Однозрительница мне написала. Любовь Алексеевна, если вы не знаете, куда это пристроить, зачем вам это нужно? Вы знаете, я задумалась. Я задумалась и думаю, сейчас вот сделаю секир башка, как меня Люба учит. О, Любанька моя, прокурор, смотрите. Вон уже ходит, смотрит, что в парнике советы раздает. Она у нас в Дом Советов. Вот. В общем, короче. Я посмотрела на эти будлеи. Спасибо, Илюш. В общем, я послушала эту зрительницу. Нет, я не все выкинула. Я не все выкинула. Ребята, посмотрите, сколько места освободилось. Вот тут сидели три будлеи. Вот тут мы обходили их. А вот эта примятая трава, это были ветки. А обходили мы вот так, вот, обходя ветки. Вот. Вот здесь сидела будлея, вот столько закрывала газона. Да? Представляете, какой ужас? В общем, так. Пришла я к Леночкиному забору и говорю, Лен, тебе будлея нужна? Она говорит, а что это такое? Ну, в общем, короче, белую будлею отдала Лене. Себе оставила вот сиреневую. И посадила вот сюда. Между прочим, это тоже ваш совет. Выкинуть не выкинула, поделилась с Леночкой. Она там посадила белую. Я сюда посадила. Здесь был, неважно, что тут было. Короче, теперь здесь сидит будлея. Вот. Я придерживалась ваших советов. Многие советовали посадить их. Советовали. Советовали. Посадите там в ряд. Я сначала так хотела сделать. А потом думаю, а зачем мне их три? Ну, зачем мне их три? Куст мне не нравится. В этом году здесь посадила. В следующем году отсюда Ленки через забор перекинула. Ты еще расскажи, как ты орешник раздала? Она меня выдала, правда. Вот тут сидел орешник. Лен, я, между прочим, не хотела этого говорить. Скажи, скажи. Ну, в общем, короче, я... Лена теперь думает, куда что ей садить. Скажи, булдливой девкой. Она будлею называет булдливой девкой. Она права. Вот тут у меня сидел лилейник. Я ее перекинула. Она давно мечтала. О барешнике она не мечтала. Но теперь и не мечтает. Он уже у нее. Я его выкопала. И Ленке перекинула. Уже посажен, да. Вот. Так что вот, теперь моим флоксом здесь свободно. Ребята, я честно прислушивалась к вашим советам. Но когда я там выкопала одну яму и посадила туда будлею, я решила, что мне одной будлеи вот так хватит. Ну, в общем, короче, мне двух будлей вот так хватит. В общем, эта будлея смотрится отсюда вот, вот смотрите. Видите как? Я ее привязала макушку. Ну, вот осталось мусор убрать. Но уже вечер клоняется к вечеру. Вечер. Вечер клоняется уже к вечеру. Любанинка пришла. К ночи. Да, к ночи. И говорит, ты долго будешь кверху попой стоять? А я сегодня весь день кверху попой. Пока я вот это все повыдирала, пока я в ведро сложила, пока там сложила, пока все сорняки половину отнесла на компостную кучу. И что? И что? И день закончился. А потом жара была. Люб, смотри, горим. Смотри, тишина, ветра нет, и дым стелется, да? Все жгут все эти клубничные кусты. Не напоминай мне про клубнику. Мне ее еще пересаживать. Ой, кто бы мне еще это пожелать? Я так по чуть-чуть прям выкопаю, пожгу, выкопаю, пожгу. А не хочется. Люб, я согласна. Приходи ко мне по чуть-чуть. Выкопаешь, пожгешь, выкопаешь, пожгешь. А ты ведь знаешь, сколько мне и надо еще выкопать? Ой, ребята. Как же радует Розариум Ютерсон. Посмотрите, какие у нее красивые... Нет, не мои руки. Бутоны. Обалдеть. Очень красивые, правда? Особенно в бутончике цветочки. Слушай, похоже, у нее, Любаня, будет опять такое же буйное цветение, как и первое, да? Да. Что-то у нее... Сразу заметно. Женя, кого ты там ищешь? Женя. Женю помыла, причесала, глаза не на попу натянуты, то есть все в порядке, все нормально. Девочка на девочку похожа. Да, девочка, девочка моя шелковая. Ты моя девочка, ты моя шелковая девочка. У меня руки грязные, я тебя грязными руками трогаю. Руки у мамы грязные, да, мышка? Мышка моя, что у тебя на ухе уже, мышка? Нарушка. Так что вот так, ребята. Чем занимался сегодня Борис? Борис сегодня удалял траву между швов. Видите, даже подметал и заметал. Дорожка стала вот такая идеально чистая. Вот, он еще разведет или уже, наверное, разводил, не знаю, цемент. Будет здесь засыпать, чтобы растительность не росла. А я хочу еще раз похвастаться. Да ладно, да ладно. Хочу похвастаться. Вот смотрите, что у меня получилось. Я все, все... Господи, я удавлюсь на этом проводе когда-нибудь. С шеей зацепилась, Люба. Зато застрахована. Застрахована. Это что, не я страховала. Вот, все повыдергивала. Завтра надо будет раскидать Любанькину тачку земли. Вот туда. И выровнять землю, да, Любань? Мусор выбросить. Сегодня уже не буду выбрасывать. У меня просто сил нет, Люба. Да, конечно. Я сейчас упаду тут замертво. А мы же сегодня на рыбалке были. Ты знаешь об этом? Вот. Мы были сегодня на рыбалке. Где? На пруду на нашем. И что поймали? Ничего не поймали. Зато там дама была, которая все поймала. И научила делать меня приманку. Я пришла домой и сделала приманку. Пойдешь на рыбалку завтра? Нет. О, вот она подруга. Это не мое. Это не Наташа. Мое, не мое, ты там узнаешь. Ага, там комары жрут. Нету там никаких комаров. Там солнышко, так тепло. Жарко. Ну, потом жарко становится. А в 7 утра? В 7 утра ты встала и пошла на рыбалку? Да, да. Меня Боря разбудил. Мне пришлось очки одеть, Любаня, чтобы меня люди не видели. Пойдем. Чтобы люди меня... Красиво как обвела, да? Очень красиво, да. Еще красивее. Она вот отсюда растет. Нет, здесь не красиво. Здесь некрасиво. А это очень красиво. Здесь... Там облепиха. Красиво. У Светочки. Да, это красиво. Очень красиво. Очень. Просто красота необыкновенная. Люба, от нее не избавишься от этой красоты. Красивая, конечно. Я сажала в свое время, а потом все, все кирбашка. А мы все через это прошли. Я тоже сажала. Да, да. Тогда хотела... Сейчас, Любань, я лопату заберу. А то если она упадет, мы ночью с Борисом от страха умрем. Слушай, упадет и об железный забор. Бабах! А что ты планируешь здесь в доме? Три будлеи должны сидеть. Ну ты же не будешь их три сажать? Ну правильно, я же не могу так быстро планы придумать, Люб. Нет, для чего-то рассчитала, а еще не придумала. На три будлеи рассчитала. Покупать. Люди, я ее сейчас укушу. У меня три будлеи было. Я должна была их посадить. Раз, два, три. Понимаешь? А потом переиграла, да? Ну сегодня, это все сегодня было. А потом переиграла. Одну отдала Леночке, одну посадила там, вторую тут. Все. А площадка уже расчищена. Не знаю, что буду сажать. Может, ничего не буду сажать. Да нет, что не посадить надо. Поставлю шезлонг. Хосту нет, хосту туда нет. Поставлю шезлонг и буду там загорать. Так, пойду-ка я лопату отнесу в сарай. Больше не буду копать. Не хочу больше. Я накопалась сегодня. Я капун. Я уже накопалась. Осенью я тебе этого цветочка откопаю. Надо только Коля сходить узнать, Думаешь, осенью, а не весной лучше? А не весной лучше? Вот ты знаешь, когда люди мне вот так вот обещают, мне говорят, не надо осенью, давай весной. А потом говорят весной, ой, не надо весной, давай осенью. В общем, короче, я тебе дам... Осенью приживется хорошо, а не приживется еще кустик дашь весной. Вот так. Дай ложку, дай еще кое-чего, конечно, конечно. Нет, ну я просто, мне всегда жалко. Я тебе сейчас готова откопать. Возьмешь цветущий, прям с комом земли. Вот я тебе прям вот так вот откопаю. Хочешь? Хочешь. О, видите, Люди, видите? Но только боюсь. Мне будет очень жалко. Вот видите? А знаете, сколько я лет у нее прошу... Желтая кувшинка, как называется? Не кувшинка. Люпин. Желтый люпин. Так что? Купавка. Купавка. Знаете сколько? Лет пять. Точно так же, как у канала Next Station, у Любаши я просила вот такой вот куст, да? У нее уже отростков там выросло полно. Она мне дала? Не дала. Любанька тоже самая, Купавна. А я тебе сейчас дам. Смотри, 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 губы поджала. А что, нет, скажи, что неправда. Да я тебе... Правда, все правда. Вот. Я боюсь, что если она не... Я тебе дам с землей. И у тебя уже будет красивый цветок. Что ты упираешься? У тебя рука легкая. У меня рука... У меня надавать? Рука легкая. Да. Ну что, берешь? Лопаты... Достаю лопаты, выкапываю. Резактор. Давай. Хорошо. Видишь, он у меня вот тут мешает. Да, ну я верю. Витя не стала. Да. Ну я все равно какая-то такая бодрая. Это, видишь, он мне вот, ему мешает. Вот это вот. Да, да. А это красивый желтый лилейник. Он говорит, я тебе прям вот так вот половину отрежу. Шариком рост был красивый лилейник. Красивее было. Правильно. Правильно. И он тут. Да, и этот хоть немножко раздвинется. Ему хоть получше будет. И давай завтра. Так кто у нас тут сидит? Ты моя мышка, дорогая. Ты моя любимка. Любимка. Опа-на. Я же выкопаю. Выкопаешь? Чтоб ты не плакалась. Во-во-во. Слышите? Вот слышите, когда я прошу, это я плачусь, да? А когда они просят, вот она, да, и Люба каналу на extension, это значит, я делюсь, да? Вот смотрите, как интересно. А когда я прошу, я плачусь. Вот что за люди? Я тебе говорила, отростков нету, я его делить буду. Ну вот ты меня сподвигла. А когда делить будешь? В зубку поделю. Так ты же сказала, под осень нельзя. Ты меня все время кормила. То осенью, то весной. Я думаю, что можно, потому что я попробовала весенники эти листья. А там луковичные? Там луковичные корни? Нет. Я сама уже делила его. Пересаживала. Потому что... И обо мне не вспомнила. То-та, то-та, то-та. То туда, то сюда, да. Купавка симпатичная у тебя. Красиво. Особенно весной, когда нету ничего, она прям куколка. А вот тут что ты хочешь? Где? Ничего, я тут сорняк изничтожила. Просто сорняк? Мне знаешь, что надо? Мне нужно розу, Люба, вот отсюда пересадить. Это луисадьер. Очень хорошая роза. Видишь, она рядом с этим кустом. С Борисом просто воткнули. Вот он из Чапелева белую привез. Сказал, плетистая. Я не знаю, совершенно она какая-то полуплетистая. Тихо, она колючая. Нет, я смотрю, листочки... А это очень хорошее. Но тут хорошо пошел вот этот куст, и он тут неплохо будет смотреться. Он разрастется. Да, он хорошо, он разрастется. Поэтому она не к месту. Ее надо на очень хорошее местечко. А сейчас ее весим все-таки, где садят. Вот туда машут. Я думаю, что надо попозже. Даже попозже? Да. И она укоренится? Люба, с комом земли. С большим комом земли. Это как в горшке. Продают с комом земли. И можно сажать когда угодно. И здесь та же история. С большим комом земли. Можно хоть сейчас взять и перенести на другой мир. Надо только место определить. Да, кстати, тебе еще... Ты хотела вот такую кусту, у меня там сидит. Придумала, когда сажать? Уже придумала. Уже, да? Я не по этому. Я тебе не понимаю. Почему я же за парником выкопала всю клубнику? Клубнику выкопала. Я поняла. И там, когда парник уберется, уже прямо она будет вдоль дорожки с краю. А когда заходишь, будет красота такая. Правда? Да. Вон, видишь, сразу хоть велосипед Машкин видно. А то за этой блудницей, как говорит Лена, ничего не было видно. Вот сюда хочу посадить хостел. А вот тут, Борис сказал, сделает горку из хвойников. И опять не будет газона. Как не будет? А вот это не газон? А вот это не газон? Не знаю. И знаете, кто говорит, газона не будет? Тот, у которого один газон перед домом. И остальное все грядки. Ладно, решим. Нет, у меня тоже цветов много. У меня просто нет такой красоты, но цветов нет. Какой такой-то? Такой красоты. Вот такой вот красоты нет. Вот такая красота черенкуется плохо, а вот такую красоту я попробую тебе начеренковать. В этом году не получилось. Но я попробую. Наверное, звезды были. Там же тоже по лунному. Да кто его знает. Ну, надо умудриться. Пересадка это, да, это тоже. Не, не пересадка, это черенкование. Ой, Люба, ты посмотри, какая я грязная. А что ты мне не говоришь-то? Я хожу по участку, людям показываю. Я тебе намекнула, когда ты еще вошла в раш. Я говорю, Любаня, вошла в раш и смотрю. Так я же забыла. Слушай, как взяла куст. Я Ленке через забор бросила. Ленке через забор. Ладно, я помоюсь. А может и нет, может и отлягу. Какой? Белый, да. А на его место, может, купавку? Нет, купавке почетное место. А разве там непочетное весною? Там непочетное, там стройка будет. Что-то у меня клематис загнулся. Загнулся. Женька, что ли, оборвала? А я не пойму, думаю, что такое у меня клематис какой-то желтый. Ой, ты посмотри, ты посмотри. Да ладно. Это тоже декоративное растение. Не надо мне этих декоративных растений. А куда ж от них деваться? Не надо мне этих декоративных растений. От них ты куда не денешься. Ладно, пойду вынку загонять. Надо мыть, переодевать, а то полы голые, что-то без парня. Пожалуй, я тоже приду к тебе мыться. Приходи. Приходи. Да, сейчас срочно. Всех постираю. Спасибо. Я все время говорю, Женя, пойдем стираться. Да, и меня постирать надо. Как, я говорю, мочалкой и мылом. Отмываться. Да, стираться. Любанька ушла. И я все-таки выбросила весь мусор. И отсюда тоже выбросила все сухие ветки на компост. Ну вот, теперь я закончила. Но вот эта куча еще осталась. Ну, в принципе, здесь песок и навоз. Это тоже нужно будет этому найти применение. Вот то, что лежит сверху, это надо будет выбросить. Ну и некоторые камни сложить, потому что они иногда нужны при посадке растений. Все полила. Может, даже огонечки загорелись. Все, ребята, ухожу домой. Точнее, ухожу в дом. В душ. На сегодня работа закончена. Красиво, правда? Очень красиво. Ну, а завтра снова в бой. Откопать любани. Пересадить хосту. Вот сюда. Может быть, даже ее поделить. Ну, наверное, поделить. Так что... Все, мои хорошие. Уходим в дом. Продолжение следует... Спасибо.